Добрый день, дамы и господа! С вами Сэпт, и мы продолжаем проходить Мячемагию 8. Ну что ж, ребят, как вы помните, в прошлый раз я пообещал вам то, что я отправлюсь уже в дикое подбище спасать Минотавров. Это будет, пожалуй, первый такой союз, в котором мы только что заключим. Ну и перед этим давайте-ка заглянем местную таверну, закупимся тут едой. Я, конечно, понимаю то, что это всего лишь две единицы пищи за каких-то там за тысячи стадиц золотых, но все равно. Я потому что люблю большие числа яблок, поэтому давайте-ка сейчас их использовать, уж не будем ждать до самой мощной таверны. Я, наверное, максимум тут тебе яблок сотню сделаю, чтобы уж было такое красивое число. В этом вопросе какое-то, не знаю, принципиальное, что ли. Так, ну ладно, в принципе, яблоками запаслись, тут немножечко место себе почистили. Кстати говоря, тут еще в Несерии место почистил, соответственно. Так что мне тут все стало гораздо свободнее. Так, ну и что тогда, отправляемся в дикое пастбище, пред этим тебе скидочку наколдуем. Поехали, четыре дня на путешествие у нас. Так. Ну и что, добро пожаловать в эту огурскую деревню, что ли? Я вообще не понимаю, что тут у нас огры делают, точнее, почему они к нам дружелюбные. Не, ну конечно, понимаем то, что крестьяне, по идее, они нас атаковать-то не должны. Ну все равно, а почему огры, собственно говоря, не проявляют никаких признаков агрессии? Так, ну что ж, здесь у нас находится некий Ксиос, который может выйти продавать врага вивер. И вообще, какие противники действия питают, помимо этих самых виверных, здесь у нас еще находятся... Ну, здесь у нас находятся горгоны, да, ребят, те же самые, из третьих героев, например. Очень похоже. И к тому же здесь у нас, ну, как не трудно догадаться, будут еще огры. Находиться они будут вот где-то в этой честь региона, соответственно, тут у нас виверны остались. Посередине у нас будет окрона такого озера. Да, огры здесь у нас будут не такие дружелюбные, как, например, здесь. И охранять они будут достаточная цена предмет. Так, ну что ж, здесь у нас находятся, как ни странно, Минотавры. И, кстати говоря, ребят, обратите внимание на эту озвучку. Я не знаю, эта озвучка просто гениальная. Я в смысле гениальная в кавычках. Потому что... Кому пришло в голову озвучивать Минотавры таким голосом? Он им просто не идет, ребят, серьезно. Господи, ладно, давайте играть в РК-мак, передать ему колдун к себе обаяния. Господи, это еще, пожалуй, причина, за что я ненавижу этих Минотавров, так это за просто такого-то гуско-пацанчика какого-то просто. В них. Так, ну, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, я вообще не понимаю, как Минотавры могут быть такими тупыми, когда под конец просто используют... Как же эта карта называется? Ну, когда просто меняют стены, и самих стен-то не остается. А, ну, впрочем, ладно, это ожидалось от Минотавров, потому что они не такой уж разумный народец. Так, и давайте-ка посмотрим, кто у нас здесь вообще обитает, имя угров. А здесь у нас еще, к тому же, живут пираты. Ну что ж, довольно-таки интересно. Так, ну, это пятки угры пошли. Так, и зелья абсолютной меткости. Это, кстати говоря, уже темный эльф. Так, ну, давайте, что ли, сделаем это зелье. Абсолютная меткость. Давайте-ка посмотрим, кому нужна меткость. 50-й льничек. Так, меткость. Ну, это, пожалуй, вампирс уже. Это вообще без вопросов. Хотя, с другой стороны, не помешал бы вот этим еще двоим. Впрочем, ладно, потом еще о них позаботимся. Будем какие-то там зелья выбивать. Так, и к тому же здесь еще, может, будет продавать поддельные чеки. Они у нас вроде бы есть. Два таких вот. Так, давайте продадим. И к тому же здесь еще, может, будет покупать рога пазучьи виверна за 7500 золота. Ну, во всяком случае, они нам не нужны. Мы торговлей заниматься как-то уже не будем. Как-то это достаточно интересно. У нас золота и так уже многовато будет. Так, и давайте-ка определимся, куда мы сейчас пойдем. В принципе, я пенотаврам пока что не пойду спасать их. Находиться они, кстати говоря, будут тут где-то вот здесь. То есть, рядом с полями горгон. А пока что хотел бы немножечко последовать вот это озеро. Наколдом на себя, поэтому хождение по воде. При этом получим немножечко дамага при падении. Как же без этого? Так, и посмотрим, что он тут на островах находится. А находится у нас здесь, во-первых, вот эта дубинка. Вообще ни о чемная. Не будем ее брать. Эти острова, кстати говоря, известны еще тем, что на них иногда выпадает золото. Но на этот раз они почему-то выпадают только какие-то вещи. Так, ну ладно. Давайте продолжать лечиться, так полагаю. Точнее, даже начинать. Так, топор какой-то. Что такое? Вообще ни о чем. Так, вот он, кстати говоря, золото уже начинает выпадать. Такие-то на золотые острова, можно сказать. Так. Ладно. На камушек потом посмотрим. Вот это, кстати говоря, будет уже следующий храм сыра, так сказать. И по... Мы в него чуть позже пойдем. А можно, в принципе, и сейчас уже поисследовать. Он достаточно несложенный. Может, будет его даже без бафов, так полагая, пройти. Ну, единственное, сейчас наложим на себя благословение, так полагая. И мужество не помешает. Ну, а так это, по сути, все. То есть там противники там будут те же самые. Гигантские крысы. Тотемисты. И к тому же еще крысолаки. Или, как их еще называют иногда, этих тотемистов-теметисты. Сюда церковь и тут пахнет мехом и сыром. Ну, это ожидалось. Заходим. Это уже вторая послушности будет церковь. Так. Всех убиваем. Как видите, они у нас запросто разносятся. И здесь у нас будет достаточно много всяких пазлов, так сказать, на прыжки. Потому что, как видите, если мы сюда подойдем, тогда эта дверь начинает закрываться. Поэтому нам нужно будет как-то под определенным углом прыгнуть. Вообще тут, конечно, советуется использовать заклинание прыжка. Чтобы, может быть, было до этих дверей запросто добираться. Но я, пожалуй, не буду им пользоваться. Как-нибудь без этого справимся. Так, замечательно. Тут у нас, к тому же, еще звери рекомтроп встречаются достаточно часто. Они самые сильные здесь. Пожалуй, вообще из всех этих товарищей. Крысолаков и тому подобное. То есть крысы тут, на самом деле, самые сильные. Хотя, вроде бы, они не такие же большие по размеру. Так, ну ладно, в принципе. Как видите, у нас тут опять-таки закрывается дверь. Потому что мы тут уже ходим по полу. Соответственно, для того, чтобы она открылась, нам нужно будет стоять не этот ящик. Вот так вот это все просто делается. Спускаемся вниз. Крепость какой... Церковь, как видите, достаточно такая... Небольшая по размерам. Так, и что у нас тут ничего не открывается? А, ну все открылось. И, как видите, почему-то у них тут стоит какой-то невидимый барьер. Они просто стоят на меня и тут смотрят. Ну, впрочем, ладно. Пускай они это и делают. Это будут уже, как-никак, их последние минуты жизни. Или даже секунды. Так, ну все, значит. И тут у нас будет находиться еще один такой пазл на прыжке. Загадка такая небольшая. И, короче говоря, в чем она будет заключаться? Я думаю, сейчас видите то, что меня тут начинают телепортировать. Если я тут буду наступать на неправильной клетке. И самый простой способ добраться до этого ящика, это просто ходить по углам. Можно даже и левый угол использовать. Тут, в принципе, без разницы. Видимо, разработчики не предусмотрели такую деталь. Потому что можно так схитрить. Или, наоборот, они сделали. Чтобы было как-то попроще. Так, ну, в всяком случае, следующий. Это сейчас сыр, это вот здесь. Это глава Дадагского сыра. И нам остается наш последний. Это будет уже в соседнем регионе под названием «Щелью Давки». Это будет севернее этого региона. Тут будет еще дико пастбище. А значит, западнее Альвара. Ой, прошу прощения, Альвара Вороного берега. Все-таки путаюсь. Это как-никак тоже города темных эльфов. Так, ну что ж, давайте возвращаться обратно. Жалко, у меня, конечно, нету мая колоды. Тупо я бы им уже воспользовался. Поставил бы это заклинание. Точнее, сам маяк уже на выходе из этого святилища. Ну, в принципе, ладно. Покедаем эту церковь в Иппо. И скоро уже будем обзаводиться маяком Ллойда. Находить это самое заклинание будет вот здесь, можно сказать. А если бы точнее, то Градмастер по Маке Воды. Ну, учитывая то, что я в прошлой серии получил Личадо, и к тому же у меня Маке Воды на десяточке, то я смогу уже получить и Градмастера вообще без проблем. И это у нас измерение воды. Ну, я думаю, вы видели вроде бы вот эти ворота. Это у нас, в принципе, то, что у нас вызывает катаклизмы нынче. И в эти ворота можно смотреть, как в аквариум. В толще воды плавает всевозможная живность. Ну, давайте заходить. Так. И вот, как видите, вот так вот у нас выглядит это самоизмерение воды. У нас тут кто из противников? У нас тут водяные элементы, или к тому же не такие уж и слабые, как, например, в предыдущих частях. К тому же еще вот эти драконовые черепахи. Они достаточно такие непростые противники, я бы сказал. И к тому же наши старые знакомые тритоны. Тут их, в принципе, следовало ожидать. Это как-никак водные жители. Так. Да, вот что самое странное, вот самые-самые разновидности элементалей будут поселить те же самые, что и старшие разновидности элементалей из прошлых частей. Вот так вот. То есть, все это время мы боролись только с маленькими, с мелкими. А тут уже будут и большие, которые будут поселить примерно как и мастера мечей. Из мечи магии 7, например. Так, ну здесь мы встречаем великого магистра магии вообще-то воды. Но тут он нам почему-то пишет воздух. Такой небольшой, конечно, фейл от Буки. С кем не бывает. И раз мы получили град-мастер по магии воды, мы сможем изучить маяк. Так, просто прекрасно. Так, ну и, собственно говоря, давайте-ка сейчас выйдем из этого измерения. Обратно. Как видите, тут можно будет летать вообще. Даже не колдуется, может ли на ней полета. Что только играет нам на руку, как вы понимаете. Делать прохождение этого места достаточно быстро. Но вообще, зачем нам нужно будет потом идти в это измерение, я пока что рассказывать не буду. Вообще, это измерение, по-моему, самое простое. Потому что нужно вам предмет можно будет найти, собственно говоря, достаточно быстрый. Особо ни с кем не ввязывается сбой. Потому что, как видите, тут можно будет летать. И, в общем-то, у вас будет только одно преимущество. И все. Предмет у вас в руках. Так, ну, значит, мы прошли это самое измерение. Так что предлагаю где-то на землю сейчас выйти. Поставить тут маяк. А потому что я сейчас пойду, пожалуй, обновлю тут некоторые маяки. Потому что, как видите, они у нас будут действовать не так уж и долго. Всего же там где-то 5 или 7 суток. Так что давайте сейчас для начала обновим маяк в железных песках. Почему бы и нет. Так, поставили. Ждем 5 минут. Затем переходим, пожалуй, в остров Киджально рано. Потому что там меньше всего наше лечение стоит. Обычно тут всегда я лечусь. Так. Лечимся. И затем переходим уже непосредственно в шепчущий лес. Так, кстати говоря, давайте-ка сейчас посмотрим. Блин, ну я забыл, конечно, тут кинуть немножечко очков в обучаемость. А то было бы это, конечно, лишним для нашего темного эльфа. Это как-никак лишние очки опыта. Значит, больше очков под конец игры я как-то уже забыл. Да, кстати говоря, давайте-ка вот прямо сейчас поставим маяк. Будет у нас немножечко больше пищных картинок. Точнее, пока что одна. Вот как-то так. И, кстати говоря, предлагаю потом еще поставить примерно такой же маяк еще и в железных песках. Почему бы и нет. Больше пищности. Так, и зачем сюда зашло? Так это не только для того, чтобы отновить здесь маяк, так еще и поставить, точнее, получить здесь иного заклинания из магии света. Так, ну давайте сохранимся, потому что я сейчас заклинания буду, пожалуй, убивать. Наверняка они мне тут далеко не сразу выпадут, которые нужны будут. Богов я тут не увидел. Это экспертная книжка вообще-то. Так. Это нам не нужно. Так, что-то у меня одно создание болот многонька тут появляется. Так, радушный свет это вообще ни о чем. Что-то не любят мне тут День Богов кидать. Ну ладно. А, ну вот он наконец-то мне тут выпал. И к тому же давайте посмотрим, что тут есть еще. Есть солнечный луч и День защиты. Не хватает только час могущества для пожелого такого полного завершения. Так, вот сейчас сила есть. Затем. Дня Богов у нас тут нету. Это плохо. Так, еще раз. День Богов есть. День защиты. День защиты. Нет, спасибо. Еще разочек. Нет. Так. Одна мастерская книжечка. Плохо. Так, День защиты. Блин, жалко не наколдовал на себя тут обаяние. Ну, во всяком случае, там все равно не было другого заклинания. Нужного мне... Так, вот. Попадает два нужных. Опять-таки, надо было взять это, конечно, без обаяния. Ну, в принципе, ладно. Как видите, заклиналь тут неимоверно просто дорогие. Так что обаяние тут обязательно надо колдовать. Особенно если у вас нету навыка торговли такого вкачанного. Так, ну и давайте-ка изучим это все дело клирику. Обойдешься. Хватит тебе пока что. Так. Все. Так вот, мы быстренько забафлились, ребят, как видите. Осталось мне только урагня наложить. И давайте-ка... А, ну да, я, разумеется, вам пообещал то, что я сделаю еще одну эпичную картинку, но уже в железных песках. Так. Так вот, как видите, все такое облачное, что ли. Так, поставили. Затем подождем 5 минут и переходим уже непосредственно на островки идеальной раны. Так, ну все. Подлечим сейчас в храме. Будем тогда уже спасать монотавров, так полагаю. Какие у них там будут опасности, потом еще узнаете. Пока что давайте телепортироваться обратно на дикое пастбище. Затем не помешат, я так полагаю, наложить и на себя и ауру огня. О чем я говорил уже когда-то. Так, ауру огня. Так, ну ползах у нас опять-таки не дало зачаровать. Кстати, давайте-ка сейчас проверим. Что будет, если сейчас перезагружусь и попробую зачаровать его снова. Потому что у него точно нет никаких зачарований. Так, ну давайте хотя бы вот эту кувалду зачаруем. Вот у него получилось, кстати говоря. Просто серия у меня там где-то под конец не получалась. Там в лаборатории некроматов, как вы помните. Так, топор зачаровали, прекрасно. Затем еще кинжальчик. И так, нулсен рейл точно не надо будет зачаровывать никак. Так что пойдемте уже непосредственно. Так, на горгон, конечно, стараемся не нарваться. Потому что у них, как вы знаете, смертельное дыхание там по третьим героям. Поэтому они нас будут либо парализировать, либо окаменять. Так, ну что ж, давайте заходить в пещеру Бальтазара. И, видимо, это вентиляционный ход, единственный путь затопленный город Минотавров. Так, ну что ж, ребята, это то, о чем я говорил. То есть начинает тут у нас проявляться бедствие. То, что у троллей там было окненное озеро. А здесь у нас начинает разрастаться такое вот озеро. До немоверных размеров, что даже Минотавров затопило. Но я думал, это вы в начальном ролике уже видели. Так что давайте-ка решать эту проблему с отоплением Минотавров. С водоснабжением, так сказать. Так, и здесь у нас, опять-таки, наши старые знакомые Тритоны. Как же без них? Потому что водные обитатели, как-никак. Поэтому их тут сюда вместе с водой занесло. И, собственно говоря, у них тут будут кое-какие неприятности с Минотаврами. Так, ну здесь нас встречает некий Танис. И он нам что-то говорит про наводнение. Ничего страшного, нельзя даже придумать. Я патрулировал главный лабиринт к северу отсюда, когда появилась вода. Она именно появилась. Из ниоткуда огромная волна с высотой с мой рост в секунду заполонила коридоры. Не удалось добраться до верхнего отсека. Я подождал, но больше никто не выбрался. Боюсь, что большая часть тада утонула или находится в водяной ловушке там. Внутри лабиринта. Ну, короче говоря, да. Вот как видите, у нас тут, в общем-то, проблема Минотавров просто капитальная. Тут с потолка просто льется тада. И, в общем-то, она предлагает задание. Нам нужно будет вот этих всех Минотавров-то и спасти. И потом еще поговорить с их Повелителем. С Масулом, вроде бы. Так, ну что ж, давайте-ка наколдуем на себя свет факела. Затем нажмем на этот приключатель. Это, в принципе, приключатели у нас регулируют воду. Так, ну вот эти тритоны, кстати говоря, они такие уж и мощные. Как видите, того же самого крестоносца мы завалили где-то за 5 или 4 удара. Так, замечательно. Тут у нас еще двое таких. И, кстати говоря, вот это место можно будет достаточно просто пройти. Особенно если использовать одно такое хитрое место. Короче говоря, вам нужно будет отойти назад. Затем запрыгнуть вот сюда. Так, давайте попробуем. Да, вот как видите, отсюда меня уже тритоны не достают. Они тут просто ходят тупят чего-то. Я могу их вообще совершенно спокойно сбивать. Даже самых сильных. Вот так вот это все просто и делается. Вообще, тут будет еще на такое очень хитрое место. Дело в том, что здесь у нас будет находиться фонтанчик. В принципе, с помощью него сможем сюда еще вернуться. По порталу в город. Ну, что самое главное, с помощью этого фонтанчика вы сможете лечиться. Здорово. Ну, то есть вот это подземелье на самом деле можно будет запросто пройти даже на начальных уровнях. И, кстати говоря, давайте возьмем вот эту записку. Потому что здесь у нас будет находиться, в общем-то, решение всей этой головоломки с рычагами. А именно, нам нужно будет повернуть рычаги следующей последовательности. А, Б, С, Е, Ж, Д, Д, Дж, С, Е, В, Дик. Ну, в общем-то, запоминаем, как это все работает. Беру три буквы алфавита. Е, Дж, некий мега-крутой паренек, Д, Дж, С, и Е, В, Дик. Кем бы тут, конечно, ни был, но как-то так это все и запоминаю. Значит, Э, Б, С, Е, Д, Дж. Э, Би у нас уже есть, осталось только сейчас Си найти. Так. До свидания, Тритон Крестоносец. Обычный. Ну, их мы уже за два удара валим. Спасибо за это нашим новым бафам. Так. Как видите, они еще иногда застрелят в этих проходах. Да, вот, как видите, у нас тут будет что-то вроде города. То есть, это у нас магазинчик и броня здесь у нас оружие продается. Все. Собственность именно тавров, соответственно. Да, и к тому же здесь у нас еще вместо алхимической магазинчики будут продаваться, насколько я понимаю, черное зелье еще помимо белых. Так что не стоит об этом забывать. Забывать. Может быть, вы сюда еще вернетесь для того, чтобы там параметры себе какие-то повысить. Так. Убиваем Тритона. Тут у нас, кстати говоря, находится еще один. Давайте подождем его. Он к тому же уходит. Как видите, они спокойно вообще из-под воды выбираются. Правда, мы сюда войти не сможем. Но это, в принципе, объясняется тем, что они как бы водные жители. Соответственно, они вообще совершенно спокойно себя чувствуют под водой. Но хотя, с другой стороны, мы тоже там совершенно спокойно под водой дышали. В водном измерении. И, значит, нам теперь нужно будет найти букву Е. E, B, C, E. Так, готово. Затем мы G. Это у нас внизу находится вот здесь. К тому же здесь у нас Тритон поджидает, который мы сразу же убиваем. Так. E, B, C, E, G. Затем у нас некий Е. Мега крутого чувачела DJC. Так, и, кстати говоря, ДТ пропустил. Что самое главное. Она у нас вот здесь находится. Ага, повернули. Затем G у нас находится вот как раз-таки вот в этой части лабиринта, который и собрался. Так, и, кстати говоря, у меня тут слабость настала. Ее-то следовало ожидать. Подлечье, пожалуй. Нет, я хотел наложить явное неблагословение. Именно лечение слабости. Так что давайте, ребятки. Так, готово. Затем еще не помешает Е. Час силы приналожить. Чтобы как-то ускорение у нас поддольше действовало. Да, к тому же мне маги хватает. Чтобы это себе можно было позволить. Так, как видите, тут у нас, в общем-то, лечиться-то даже далеко не обязательно. То есть у нас тут вообще есть... Все средства для того, чтобы это место можно было запросто пройти. И очень хитрое место в самом начале. Да, к тому же вот этот лечащий фонтанчик. Ну а по частным силам вообще разбираться безо всяких проблем. Так, ну здесь у нас опять-таки находятся затопленные дома. Кстати говоря, мне вот эти комнаты чем-то даже сауны напоминают те же самые. Но вообще, надо сказать, красочно у этих минотавров чем-то напоминает древнегреческий стиль. Или древнеримский. Ну скорее древнегреческий, потому что минотавры это все-таки из греческих мифов уже пошло. Так, ну все. Уничтожили этих тритонов. Нажали на букву G. Осталось только Синайте. Но это нам придется сейчас назад вернуться. Пока что давайте вот эту тритону уничтожим. Так. Алибардан. Выпала. Так, DJC. Готово. И затем еще нам нужен некий Евтик. Так. Значит, Е. Затем F это у нас внизу. Справа. Так, возвращаемся. F. D. Так. И это у нас в противоположной части. То есть вот здесь. Так. Поворачивать сюда. Еще несколько обычных тритонов такой. Зелени. Готово. Так. Ну это опять не затопленные дома. Пока что они ничего не делают. Будущем они, соответственно, станут полезные. Это у нас затопленная лавка. К тому же, ребят, запоминайте, это у нас алхимический магазинчик. Так. И. Так, повернули. И, значит, теперь нам осталось повернуть Пукуси. Так. Это у нас вот здесь. Ну и по сути все. Мы сможем уже переходить и следовать этот табирид дальше. И уже добивать последних тритонов. И, соответственно, потом уже можно будет поговорить с Манулом. С Масулом. Блин, хотел сказать Манулом. Впрочем, ладно. Похоже, все-таки эти названия. Имена, я бы даже сказал. Так, как видите, тут у нас достаточно много тритонов находится. Так что с ними стоит быть поосторожнее. Как-то их вымаривать, возможно. Если вы хотите с ними как-то поэффективнее разбираться. Так. Ну здесь у нас будет еще больше. Один из них там даже из воды поднимается. Даже не один, а целая такая семейка. Зеленая. Адамсов. Так. Готово. Красный. Коммунист. Так. Мне показалось то, что меня кто-то задебил. Ну, ладно. Так, ну что ж, собрали все эти трупы. Ну а сам у нас Масул будет находиться вот здесь, по идее. Правда, тут у нас достаточно много тритонов находится, как видите. Так что у меня тут могут возникнуть кое-какие проблемы. Так. Ну ладно. Быстроко разбираем этого крестоносца. С этим у нас проблем не будет, соответственно. Вообще никто. Так. Видимо, кто-то еще с противоположной стороны находится. Например, вот ты. Сзади подошел. Маньяк. Так. Ну и теперь давайте что-ли повернем последний рычаг. И посмотрим новый ролик. Ну что ж, ребят. Надо заключать с ним союз. Одним союза теперь меньше. Осталось только решить самые такие противные союзы. То есть там, где предлагается еще какой-то выбор. Это, значит, нам придется решить между драконами и драконоборцами и между некромантами-клириками солнца. Их проблема. Так. Ну и, собственно говоря, как только мы от этих тритонов избавляемся и рычаги поворачиваем, тут, по идее, должны открываться магазины. Ну, я думаю, уже заметили то, что тут уже что-то закрыто у нас. Здесь у нас находится мастер магии разума, мастер кожаного доспеха. Как видите, минотавры уже вернулись по своим местам. Видимо, какая-то часть эвакуировалась, когда тут началось все это затоплять. Потому что самих минотавров-то я тут еще раньше не видел. Так. И, кстати говоря, тут по-прежнему почему-то льется вода. Хотя проблему с затопкой там уже решили. Так. И здесь нам предлагается, вообще-то, задание по возведению в минотавров рыцаря. А для этого нам нужно будет найти топору, видимо, лидера минотавров Бальтазара. То, в принципе, это в честь чего и назвали вот эти пещеры. Этот лабиринт. Хотя, вроде бы, как Бальтазар нам еще встречался в мече магии 6. Это было даже не то, что пенотавра, а скорее даже человек. Хотя, кто узнает, как-то он был в прошлой жизни. Когда он еще до призрака-то был. Так. И здесь у нас находится, что немаловажно, мастер по магии воздуха. Это то, что нужно нашему турниру. Можно будет ему сразу же изучить вот эти два заклинания полета невидимости. Все, готово. Ну и теперь уже, может, будет, в общем-то, начинать веселиться. Правда, перед этим хотел бы еще заклинуть вот сюда. Потому что здесь мы еще кое-каких тритонов не добили. Так, один готов. Давайте-ка еще минус одного. Даже второго можно. Так, ну, вроде бы все. Всех тритонов мы уже забили. Осталось только подлечить слабость. Затем еще цвет факела приналожить. Так, двойная скорость. Замечательно. Да, кстати говоря, вот некоторых минотавров тут можно будет еще нанимать, соответственно. Правда, я то пока что делать не буду. Я как-нибудь потом найму. Тут у нас будет находиться вроде бы как мажорист минотавр где-то вот здесь. Так, нет, не здесь. Значит, противоположным. Части подземелья. Так, это великий магистра боя топором пригодится для тех, кто играет за минотавра. Ну, в общем-то, вот этот сам мажорист, это 50-й уровень. Правда, мы получим его далеко не скоро, я вам так скажу. Так, и теперь давайте-ка сохранимся на всякий случай, потому что тут у нас будут находиться... А, ну, разумеется, все закрыто. Вообще-то я хотел тут повыбивать кое-какие черные зелья. Ну, а может быть просто достать какие-то там получатся. Главное, чтобы мне там досталось побольше этих черных напитков замечательных. Так, и давайте-ка что-ли сейчас мы сохранимся, да перезагрузимся. Хочу просто кое-что показать, что произойдет. А происходит у нас, в общем-то, следующее. Начинают появляться минотавры. Как ни странно. Хотя они, по идее, должны были появляться уже после того, как мы в это место-то зайдем. И, собственно говоря, да, давайте-ка заниматься зачисткой этого места. Потому что, я думаю, вы знаете, как я отношусь к минотаврам. Они заслуживают этого вполне. То, что сейчас я с ним его творяю. Главное, чтобы меня потом еще при этом не убили. Ну, в принципе, минотавры, они такие уж и сильно противники. Так, что я от них чего-то особенного не ожидаю. Они единственное, накладывают на себя благословение. Потому что пользуются они как-никак магией эго. И я так полагаю, это благословение будет только всего лишь экспертное. Потому что, ну, минотавры, они по магии эго могут только экспертом максимум становиться. И тут только при движении. Такие вот у нас слабаки вообще. Так, ну давайте что-ли сюда еще перейдем. Тут у нас будет находиться фонтанчик, так что я думаю, это будет не так уж и сложно. Так, что-то как-то не очень хорошо мы по нему попадаем. Так, подлечим клирика. Что-то он как-то его не любит. Так, до свидания, минотавр воин. Лук еще какой-то подобрали случайно. Да, и вообще, довольно-таки интересно выглядят вот эти вот минотавры, напоминающие скорее коров домашних. Такие с пятнами. Так, уничтожили. Вроде бы здесь у нас никого не будет, нет? Ошибаюсь. Или, нет, все-таки никого не казалось. Переходим, пожалуй, и в противоположную часть этого подземелья. Тут у нас их еще больше, соответственно. Сейчас поможем, не волнуйся. Умереть мы тебе точно не дадим. Да, вот как видите, у нас тут в основном из этих минотавров встречаются только лишь минотавры воины. Каких-либо-то ослабых или сильных разновидностей их тут нету. Они только на арене будут. Но так что, возможно, на этот момент разработчики-то как-то, ну, не предусмотрели, что ли. Потому что минотавры-то разные должны быть. Потому что крестьяне те же самые, они тут появляются под разными такими расцветками. А почему тут эти вот товарищи-то, они всегда. Только вот одной. Белой. Так, готов. И остается совсем немножечко, ребят, потерпите. Так, главное нам еще сейчас этого леча не терять. Турнеры тоже самое касается. Так, ну, скоро умрешь, нет? Давайте-ка отойдем не надолго. Готов. Так, получаем с него довольно-таки дуручные топоры. Замечательно, они у нас довольно-таки дорого, по-моему, стоят. Так что будем продавать. Так, и противоположная часть находится еще немножечко. Так, ну, давайте подлечимся. Воспользуемся услугами местного храма. Храма Ктемыка и, в общем-то, храма того места, где мы убиваем Минотавров. То есть, вроде чей-то священника. Желаем удачи. Да, опять-таки, вот эти голоса замечательные. Желаем удачи. Ну, ладно. Такая вот и насозвучка интересная у этих товарищей. Ну, в принципе, да. Закончили, значит, с этим местом. Посетили точно вот этот фонтальчик местный. Так что мы сюда еще потом еще вернемся, как вы понимаете. И, кстати говоря, хочу кое-что еще напоследок показать. В общем-то, как только мы выходим из этого места, теперь уже пещера Минотавров напоминает скорее жилище Гаргон из третьих героев, соответственно. Ну что ж, довольно-таки интересно. То есть, оказывается, то, что мы возводили в болотных замках, это, оказывается, не более, чем Бальтазарова пещера. Ну что ж, я предлагаю на этой замечательной ноте закончить эту, в общем-то, увлекательную серию. Продолжу уже в следующий раз. А пока что на сегодня все, мои дорогие друзья. С вами был ваш покорный услуга Септ. Всем пока и... Удачи!